А включи, включи везде свет. Ну вот я буду говорить, ты будешь включать, выключать. И никаких раскладушек. Тон это очень важная часть нашей жизни. Так что здесь можно полноценно жить просторно и комфортно. Ваше здоровье. Но при этом наш холодильник достаточно вместительный. То данную квартиру мы будем готовить. Соответственно, мы помогаем упаковывать так квартиры, чтобы они сдавались дороже. Ахахаха! Да, все хорошо. Я к нам перезвоню. Ладно, мне сейчас неудобно. Им неудобно. Им неудобно, что они наделали такую красоту. Я могу рассказать, что я занимаюсь сейчас... Что это тоже можно помочь клиенту. То есть это важно. Что эффективнее здесь, какая стратегия здесь лучше подойдет. Люди должны понимать, что они не сами это должны придумать. Им в этом тоже помогут. Кукусики-сладусики! Хелло! Хеллоу! Да-да-да, пожалуйста. Мы в интересах клиента работаем, да? А не как нам вот хочется... Друзья, добрый день. Меня зовут Наталья. Это мы уже начинаем? Давай, Дмитрий. Да, это мы уже начинаем. Мы уже две минуты пишем. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. А наша клиентка обратилась к нам с тем, чтобы мы ей помогли сдать в аренду приобретенную ей студию. Студия расположена в красивом жилом комплексе Стрижи, в шаговой доступности от станции метро Ломоносовская. Хорошая инфраструктура, школы, детские сады, водоемы, лебеди, голуби и все, как мы любим. Здесь есть все для жизни. Квартира была с отделкой от застройщика. Мы сделали смету на мебель, на технику. Все согласовали с нашей клиенткой. Проконтролировали привоз, доставку, проконтролировали сборку. У нас тут приехала кухонька, и мы ее сюда устанавливаем. И расстановку, соответственно, этой мебели. На данный момент квартира полностью готова к приему новых жителей, которые вечером уже будут наслаждаться прекрасным видом из этой квартиры. Давайте я вам сейчас покажу, продемонстрирую эту квартиру, чтобы вы посмотрели и оценили нашу коллективную работу. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Добрый день, я Оксана. Мы как раз с Оксаной и Андреем занимались упаковкой этой квартиры для сдачи в аренду. Какая была моя функция в этой квартире? Я встречалась с клиенткой, мы разговаривали про аренду и про то, какой она должна быть, долгосрочной или посуточной. Я вам скажу важную вещь, что, конечно, сейчас большинство инвесторов, когда покупают квартиры в таких локациях рядом с метро или рядом с какими-то знаковыми объектами, рассчитывают выходить на посудку. Но при этом хочу сказать, что рынок посудки сейчас как будто бы сильно перенасыщен и не каждому инвестору подходит все-таки эта стратегия. Потому что иногда клиенту тяжело смотреть на частично незаполненный календарь. Я, можно сказать, это на своем опыте тоже прошла. И когда мы смотрим на календарь и мы начинаем нервничать, что деньги теряются от того, что квартира не сдается, в какой-то момент, возможно, у человека приходит мысль, что нужно сдавать либо на средний срок, либо на долгосрок. И в данном случае, общаясь с клиентом, я поняла, что идеальная для нее стратегия — это все-таки сдать на долгосрок. Потому что клиент тревожился из-за того, что квартира может простаивать, не переносить в какой-то момент деньги. И сдавая на долгосрок, мы должны были упаковать квартиру так, чтобы наша аренда была интересна клиенту и в сезон, и, грубо говоря, не в сезон. То есть если мы среднюю считаем по загруженности погоды. Соответственно, мы приняли решение. На самом деле мы сейчас делаем такую услугу на всех объектах. Мы упаковываем квартиры так, что их можно сдать за очень хорошую цену. Стандартно это выше рынка на долгосрок. Соответственно, мы помогаем упаковывать так квартиры, чтобы они сдавались дороже. Мне в этом проекте помогала Оксана, которая... Давайте я расскажу немножко. Я практикующий хомстейджер, готовлю квартиры к аренде и продаже, а также занимаюсь мобилировкой как раз пустых квартир с ремонтом от застройщика или с частичным ремонтом. Значит, мы определились, что данную квартиру мы будем готовить в аренду, в долгосрок для работающей молодежи. Парень, девушка или пара. Что нам нужно было предусмотреть на данном объекте? Чтобы было всё необходимое для комфортной жизни, но при этом также очень важно, чтобы было красиво, уютно, была, так скажем, эстетика и красота. Какие были у нас следующие шаги? Мы подготовили проект, согласовали его с клиенткой по цветам, по наполнению... По бюджету. По бюджету, самое главное. И после того, как все моменты между нами были проговорены, согласованы, начался процесс, собственно, наполнения. Мы предусмотрели здесь, поставили такую функциональную кухню. Она не загружает пространство, но при этом здесь есть всё необходимое для работающей пары. У нас здесь есть посудомойка, у нас есть двухкомфорочная бачная панель, микроволновка, холодильник. Мы не стали ставить большой холодильник, но при этом наш холодильник достаточно вместительный. То есть тут поместится всё необходимо. Много пива. Так, здесь у нас есть отдельное освещение, подсветка, чтобы было можно комфортно заниматься готовкой. Ну и, собственно, вечерами по бокальчику... Воды. Воды, комбуде, выпить. Также у нас здесь есть фильтр для воды, встроенный в кран. Поэтому водичку можно пить из-под крана. Ну и ещё, что очень важно для студии, это количество света, потому что обычно это просто одна лампа посередине комнаты. Поэтому мы придумали разные зоны освещения, чтобы нашим гостям было комфортно. Тут у нас есть, получается, торшеры для вечернего чтения, лампа, которая отдельно включается для зоны обеденной. Отдельно есть светильник для кухонной зоны, который также одним лёгким движением руки может стать торшером для прикроватной зоны. И, соответственно, есть ночник около кровати. И самое главное, у нас остаётся освещение, наше потолочное и центральное. Ваше здоровье! Дальше переходим в следующую нашу зону. Несмотря на то, что у нас студия, здесь достаточно просторно и комфортно. Наш выбор остановился на том, чтобы ставить в студию всё-таки полноценную кровать, потому что предполагается, что люди здесь будут не в гостях останавливаться не на один-два дня, а полноценно будут жить. И поэтому сон очень важная для нас составляющая. Здесь у нас кровать на 160, с хорошим матрасом и, собственно, с красивой заправкой. Так, продемонстрируй нам, пожалуйста, встань прямо на серединку и попрыгай. Да. Так что здесь можно спокойно отдыхать. Класс! А сейчас такие посмотрят эти, кто будет сдавать, скажут, что они там делали. Помимо того, что здесь у нас полноценное спальное место по ширине и длине, то есть это не диван, также здесь замечательный хороший матрас с новыми подушечками и большим двуспальным одеялом. Почему выбрали непосредственно кровать, а не диван? Диван же экономит место. Я это вначале уже сказала. А, все, точно. Могу повторить. Потому что, друзья мои, сон – это очень важная часть нашей жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя долгосрочно спать на диване. Поэтому мы против того, чтобы в квартирах, даже в студиях, в посуточную или в долгосрочную аренду ставили диваны. На самом деле при грамотном планировании пространства и зонировании наша квартира не выглядит загроможденно. Здесь, смотри, сколько места. Я даже могу расстелить коврик для йоги. И для всего необходимого у нас пространства достаточно. А что делать, если к молодым ребятам приедут друзья? Если вдруг к вам приехали в гости друзья или, например, мама, то на данном случае у нас тоже предусмотрен вариант оставить гостя на ночевку. Вот это вот наш замечательный, компактный, очень комфортное кресло легким движением руки превращается… Мне нужно поддемонстрировать? Превращается в полноценное спальное место. При этом он не занимает много места, выглядит стильно и никаких раскладушек. То есть это мы тоже можем отодвинуть и расправить. Но при этом и наши арендодатели тоже могут спокойно использовать это как диванчик для работы или просмотра передач. В нашей студии обязательно предусмотрена обеденная зона. Здесь у нас располагается полноценный стол на 80 сантиметров и два очень уютных стильных стула. Также у нас имеется отдельное освещение зоны, поэтому можно устраивать уютные вечерние ужины. Ну и спросите вы, где же нам хранить вещи? И на этот вопрос, конечно же, мы тоже озадачились и предусмотрели в нашей квартире полноценное хранение. В нашей комнате у нас находится такой вот вместительный полноценный шкаф на 80 сантиметров. И в нашей прихожей также здесь располагается шкаф на 120 сантиметров, в котором можно хранить как верхнюю одежду, так и использовать какие-то подхранения остальных вещей в том числе. Сейчас мы с вами как раз перешли в нашу уютную прихожую. Здесь у нас располагаются крючки для одежды. Пуфик поставить в сумку или присесть. И, конечно же, полноценное зеркало, чтобы перед выходом посмотреть освещение и коврик, который уже заляпали. И уютный коврик. Попробуем. Попробуем. А сейчас, друзья, конечно же, в нашей студии еще есть изюминка. Это полноценное пространство для летних вечеров и не только. Прошу, проходите. Здесь у нас очень солнечная и просторная лоджия, где, опять же, можно посидеть, поработать, провести как-то приятное время. Здесь у нас расположены стульчики, столик, коврик и прекрасные виды. Санузел, скажи. А? Санузел. А, санузел. Там, что там у нас. Ну и санузел. Прошу. Здесь у нас тоже предусмотрено все самое необходимое. Стиральная машинка на 4 килограмма. Шкафчик для разных принадлежностей. Раковина. Зеркало с подсветочкой. Крючки. И душевая кабинка с унитазом. Да. В принципе, все необходимое есть. Да, шкафчики здесь тоже еще вместительные. Все необходимое здесь есть. Достаточно просторно, светло и вполне достаточно для комфортного проживания. Наша клиент нам передала ключи от пустой квартиры, а через полтора месяца получила готовую квартиру для сдачи долгосрочную аренду. Обычно сроки реализации таких проектов от 4 до 6 недель. Мы делаем профессиональную фотосессию квартиры, заказываем клининг и размещаем на сайтах, либо уже передаем эту квартиру, любую другую, на управление в посуточную аренду. Не знаете, что делать с вашей квартирой? Не знаете, как эффективно укомплектовать ваш объект? Оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, мы рады были вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А мы с вами, как обычно, не прощаемся, а говорим до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok